Мы уже услышали от Димы, кто собирается на этот праздник, совершенно разные люди. И вот когда вот эти совершенно разные люди заходят в шалаш, в судьбу, что такое шалаш? Я сейчас хочу несколько еще коротеньких пунктов рассказать, чтобы многие знают и так напомнить. Более широкая картина. Как Дима прочитал из Торы, этот праздник, постановление вечное в роды ваши. Ничто его не могло отменить или изменить. И периодически, когда наш народ попадал в какие-то неприятности, рассеяния и забывал про эти праздники, все равно наступал какой-то момент во времени, когда Бог через людей или непонятно каким образом возвращал наш народ к соблюдению всех праздников. Потому что в этот день как будто небо приближается к земле. В этот день бывает в некоторых местах обычаи, когда берут воду и просто кропят людей. Знаете почему? Потому что про эти дни написано, пошлю вам дождь ранний и дождь поздний. И мне один из наших людей сказал, смотри, дождь пошел. Не случайно, если кто-то помнит, на Рошешана тоже был дождь. И на Йом-Кипур, в Там и Сям тоже чувствовался дождь. Не всегда обычно, но мы надеемся, что Бог пошлет благословение особенное в этом году всем нам. Но сейчас немножко больше о Суккоте. Когда мы читаем Священное Писание, там написано «И живи семь дней, восемь дней в шалаше». Суккань, шалаш. Потому что когда ты вышел из Египта, жил в шалаше. На самом деле, когда наш народ вышел из Египта и шел по пустыне 40 лет, 40 лет это не был шалаш. 40 лет это был шатер. И многие из вас наверняка в фильмах или где-то видели такие бедуинские юрты. Она достаточно неплохая, кожаная, сделанная достаточно удобно. Я был несколько раз в настоящей юрте. Вы знаете, она не смотрится как шалаш. Она вполне комфортабельна. Конечно, ее с каменным домом никаким образом не сравнить. Но это не шалаш. Но нам рассказывают Священное Писание, что когда Ам-Исраэль вышел из Египта, в первые дни богатые, бедные, никто не мог собраться. И вот тех настоящих шалашей, тех настоящих шатров не было. И были вот такие вот импровизированные домишки. Ты не знаешь, с какой стороны к нему подойти. Он весь шатается кивнем. Если там твоя семья собралась, и ты хочешь выговорить там своему ребенку непослушному, это нужно делать в полшепота, не дай бог, мы с женой поругались. Нужно тоже говорить тихо. Почему? Потому что все вокруг слышно и даже немного видно. Это настоящая куща или настоящий шалаш. Но вы знаете, что вместе с этим все вот это вот странненькое очень напоминает нам в некоторых случаях нашу собственную жизнь. Когда у тебя что-то сломалось, и ты вдруг себя неожиданно почувствовал так же странненько, неуверенно, весь шатаешься, раньше вроде мог горы перевернуть, а сейчас не знаешь, в какую сторону податься. Уверен. Некоторые, а может быть и все, периодически по жизни переживают подобные моменты. Так вот, праздник Суккот в эти дни учит нас одной особенной вещи. Она записана в священных писаниях, она говорит, и она говорит, это место писания, что все люди на земле могут упасть и сломаться. Но очи Господа, Бога, Творца, обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех людей, которые сломались и почувствовали себя, как вот такой шалаш. Но если они смотрят на него, то он близок и готов поднять, помочь и укрепить пророк Ишаягу, Исая по-русски. Он говорит такие слова, что даже молодые люди надрываются и падают. Но те, которые надеются на Господа Бога, поднимут крылья как орды, полетят и не утомятся. К сожалению, я знаю, мы все выросли в том месте, где как минимум 70-80 лет последних, ну не последних, но до того, как мы уехали, про Бога молчали. Он стал изгоем. И очень многим очень сложно перебороть себя и понять, что там сверху кто-то есть. Еще одна ассоциация с праздником Суккот, которую бы я хотел рассказать вам, она напоминает ситуацию с нашим праотцом. Его звали Авраам, и наверняка многие слышали это имя Авраам, Ицхак, Яков. Так вот, была ситуация, когда Авраам сидел у входа в свой шалаш. И он очень себя хорошо чувствовал. Я уже про это немножко говорил. И вдруг он увидит, три человека идет. Еврейская традиция рассказывает, что эти трое были похожи на арабов, бедуинов, одетых как путники. Но у Авраама было сердце человека, который знал несколько вещей. Когда пешком ходят по пустыне, то очень сильно устают. И когда человек в пустыне, то ему нужно попить, и поесть, и отдохнуть, и набраться сил. И в Туре написано, Авраам вскочил, побежал за этими тремя, хоть он сам в этот момент себя чувствовал не особенно хорошо, привел их в шалаш и говорит, омойте свои ноги, я вас накормлю. Потом оказалось, что эти трое были ангелами. Поэтому Суккот, это время, когда очень здорово собираться вместе. И не просто запираться на своей кухоньке, муж с женой вместе чай там выпили, поужинали, спать пошли, телевизор. Это время, когда мы можем встречаться, приглашать друзей, гость в дом, Бог в дом. Я очень советую вам, он никому не мешает. Еще один момент, из-за того, что шалаш и вот эта вот куща, она вся такая живенькая. Это время, которое символично напоминает, что в этот момент перегородка между нами и ним становится невероятно тонкой. Вообще, в священных писаниях есть такое выражение «стучите и вам откроют». Вот вы подошли к двери, она закрыта, и вы начинаете в нее усиленно барабанить, даже если там люди спать, встанут и откроют, потому что, ну, замучили, ну, в крови, в случае полицию вызовут, но все равно откроют дверь. Образно, когда мы находимся в стесненных внутренних обстоятельствах, нам нужно начать стучать в небо, сказать, Бог, помоги, пожалуйста, устрой меня. Он отвечает, так вот, в Суккот, в праздник Кучи, даже усилий больших не надо делать, потому что дверь, отделяющая нас и Него, настолько тонкая, что только глаза свои вверх стоит поднимать. Еще, что напоминает праздник Суккот, вы знаете, если мы смотрим вот на этот шалаш, и если бы я здесь зажег лампу, помните, в свое время были такие спичка и там керосин, не очень безопасная, или фонарь, или свет, наверняка снаружи увидели, у меня это получилось бы как в туристическом кемпинге, в палатке, там зажгли и сразу образы видны. Вы знаете, вот Дима рассказывал, что мы разные, но хоть, конечно, есть люди как Ива, от которых, ну, как бы проку нет, на самом деле таких людей очень мало. И в каждом из нас есть что-то хорошее и драгоценное. И это то время, когда мы должны самим себе сказать, давайте вот это вот драгоценное поднимем вверх. Написано в священных писаниях, высвет этому миру. Дайте людям почувствовать из вас добро. Этот мир вообще-то утонул в эгоизме. И даже любые рекламы, которые мы видим везде, купи это, тебе поможет, купи это, тебе поможет, купи сделай это, это тебе поможет, тебе, 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 тебе. Но с этим тебе, 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 часто мы забываем, что все-таки человек это существо социальное, и, может быть, тогда расстояние между людьми станет ближе, дружить станет проще, и что-то старое, потерянное, вдруг восстановится и найдется. Еще с чем у меня ассоциация, когда я думаю про праздник Суккот. Знаете, с чем с израильской школой? Скажу вам, почему. Один человек сказал, в израильской школе ты ничему не можешь научиться, но ты можешь построить хорошие связи в школе. Научишься ты уже потом в колледже или в университете. И вот пройдет 20 лет, и ты по службе заходишь в какое-то учреждение, и ты видишь, там сидит какой-то мужик, и ты говоришь, Мейр, это не ты? И он говорит, да, Боря, это я. Помнишь, мы там учились? И когда вспоминаются вот эти вот моменты, половина дела уже сделанное, ты можешь праздник отлично сочетающий, дающий нам возможность познакомиться. Приглашайте людей, встречайтесь с ними, потому что в этот момент происходит что-то знаменательное. Еще один момент. некоторые могут мне сказать, Лена, что ты там рассказываешь? Вот это вот заповедь старая, древняя, когда-то заповедная на нам зайти сюда, вот еще на голову пальмовая ветка может упасть. Это же на детство похоже. Вы знаете, это действительно похоже на детство, только на выбранное детство. Иногда люди спадают в детство, когда становятся старше. Есть, не дай Бог, на нас разные болезни, которые делают человека похожим на ребенка. Не дай Бог нам этого. Но когда мы заходим в кущу, мы немножко в кавычках становимся как дети, играем, подчинившись великому слову заповеди. А эта заповедь говорит, если не станете как дети, не можете почувствовать славу и величие небес. Это то, с чем мы хотели вас просто познакомить уверен, что большинство из вас и так это все знало. Но просто напомните, чтобы каждый мог использовать вот этот день или вот эти дни, чтобы почувствовать, как небеса становятся ближе к земле. Я хочу попросить Ицхака еще раз подняться сюда с шофаром. Сидите, не надо сейчас вставать. Но мы хотим услышать еще раз Божий шофар. И пусть он сам производит в нас то действие, которое необходимо каждому. хватит. Сидите. Сидите. Уход Субтитры создавал DimaTorzok Когда Бог начинает говорить, не всегда это гром с неба. Иногда это по-другому. Как здорово различить. В заключение я хочу прочитать еще одну короткую молитву, нашу старую, Шма-Исраэль, но прочитаю ее на русском языке, чтобы все могли ассоциироваться с теми словами, которые Господь побелевает нам произносить периодически. Слушай, Израиль. Господь Бог, Господь один. Благословенно славное имя Его Царства во веки веков. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей своей душой и всем своим существом. И будут эти слова, которые заповедуете сегодня на твоем сердце. И повторяй их своим детям. И проявляй их, сидя в своем доме, находясь в дороге, ложась и вставая. И повяжи их, как знак на руку твою. И будут они украшениями между твоими глазами. И напиши их на косяках своего дома и своих ворот. И будет, если послушаетесь моих заповедей, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему всем своим сердцем и всей своей душою. То дам я вам дождь и вашей земле вовремя. Ранний дождь и поздний. И ты соберешь свой хлеб и сделаешь свое вино и свой елей. Я хочу пожелать всем вам благословенного Нового Года. Здоровья и радости, чтобы мы не видели болезней. И чтобы враги наши были под полом. Чтобы боялись. Нос, чтобы боялись поднять. И чтобы мы жили в своей земле, в Эра-Тисраэль. Чтобы мы могли видеть новых Олим, которые приходят и приплывают и прилетают и устраиваются. И чтобы Эра-Тисраэль становилась сильнее и благословеннее. Я желаю всем вам благословенного Года. Шана Тува. И спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо. Спасибо.